Помилуй, Господи. Так, наверное, Нестор помолится, она не молился тоже у нас. Чудо. Царю небесной, утешителю души истины, И живи везде сын, и вся исполняя Сокровища благих и жизнеподателю Приди, селися вны, и очистены от всякие скверны И спаси, блажен души наши Благослови, Господи, занятия наши Дай нам все услышанное в книге этой Священной Не только принять, но и понести в мир Идти благовествовать Тебе сладость, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. Аминь. Вот точно рожденные в нашей общине. Коротко и гляди как И как торжественно. Так, Евангелие. У нас сегодня 13 ноября Да ничего, ничего, нормально. 13 ноября 22 года Исследуем священное писание Господь нам дарует Это прекрасное занятие И один И один И евангелие от Иоанна, 6 глава 41 по 44 стих Возраптали на него иудеи за то, что он Сказал Я ес им хлеб, сшедший с небес И говорили Не Иисус ли это сын Иосифа, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сшел с небес? Иисус сказал им в ответ Не ропщите между собой, никто не может прийти ко мне Если не привлечет его отец Пославший меня И я воскрешу его в последний день Толкование Блаженого Фепилакта Когда Господь сказал Я ес им хлеб То иудеи зароптали на него Потому что обманулись Как им показалось Ибо доколе Они думали, что он говорит о хлебе чувственном Они вели себя Кротко Надеясь, что он даст им сей хлеб Всего хлеба И удовлетворит их Чреву Чувственное, что такое чувственное? Чувственное, что такое? О хлебе чувственном Как понять? Какое чувственное? Случное Ну, которое все можно с ним Есть Вкус Которого можно потрогать Можно, да, правильно Материальное, вообще По нашему чувственное, это материальное То есть о материальном Не о духовном идет разговор Видите, тут так вот Святые мужи писали Мы как бы это все уже обратили Через наших Святых мужей Которые ближе к нам Уже к такому понятию Как духовное И материальное А у них, видите, как было Чувственное А духовное Называлось Божественным Хотя и духовным Тоже иногда Но А мы когда говорим Духовное Это все, что относится к Библии Все, что относится к Библии Все Это духовное А все, что можно потрогать Дальше Часов Сюда Красивые Это все материальное А как он Открыл им, что у него речь Не о чувственном хлебе А о духовном То они в отчаянии Ропщут А духовное Можно перевести Как божественное Ибо где им Помышлять О духовной пище Жизни И воскресенье То есть жизни Какой вечной Тут просто стоит жизнь Но Господь Под словом Жизнь У него только Жизнь У него нету такого Убого понятия Жизнь не там Вечная Это только для нас Дурачков разговор идет Или грешникам Ну уже Чтобы вы понимали Что жизнь вечная Для вас А жизнь она идет Жизнь, жизнь, жизнь Адам жил Он 935 лет Жил, 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 жил Жил, жил И думали Будет жить Тысячу лет считай Жил Представляешь Тысячу лет Жить Тут 70 лет Люди проживают И уже Столько всего натворили А тут В 10 раз В 15 раз Больше Жить Поэтому Господа Жизнь Просто жизнь Жизнь Это значит Всегдашняя Соблазнялись Об нем Видя с одной стороны Матерь его А с другой стороны Слыша Я шел с небес Никто не может Прийти ко мне Если не привлечет Его отец Какие слова Говорит это Как будто семья Вот Семья На небесах Как бы где-то Небесная семья И там Не просто так Что На небе Что вот Допустим Свет Один свет Только Свет Свет И все Больше ничего нет У Господа Идет Жизнь Жизнь идет Господня Божественная Жизнь И мы Чуть И мы Чуть-чуть Краешком Затронули Эту жизнь Бога Краешком Затронули И то Не по себе Просто Господь Нас сам Вел в свою жизнь Понимаете Он вдруг Начин там На небе До того Как что-то Творить начал Начал думать О том Как бы Вот Проявить Любовь свою К кому Вот у него Чего такие мысли пошли И он Думал Творчески Написано Думал И он все Обдумал И сказал Сотворим небо и землю Все И сотворил Небо и землю А думать он начал До того Как начал творить То есть Не было времени У Бога Времени нет У Бога нет Понятия смерть Понятия темнота Понятия зла Нету Нету И С Богом Жить Как говорится У Христа За пазухой Как будто Тебя положили Вот постоянно Знаешь Мы просто так Не жили Я так никогда Не жил Луна Авраама Да Луна Авраамова Вот я просто так Никогда не жил Кто-то может Жил Вот был такой Один Персонаж Жизненный Его назвали Потом Будда Сейчас Сейчас скажу Как его звали Принц Гуанатама Его звали И он жил Как у Христа За пазухой Высокие заборы Далеко Огромная территория Огорожена Все в садах В родниках В водопадах Все было для него построено 20 лет он жил Никуда не выходил Не знал Ему не показывали Старых людей Не показывали Больных людей Не показывали Умерших Чтобы он был В неге Полной неге Для чего это делали Я понять не могу Эксперимент Нет не эксперимент Просто вот Заботились о своем Сыне Так родители Любили своего сына Я представляю Маму там как Надраивали Этими Умащивали Чтобы не дай бог Она там Не выглядела плохо После родов Она все равно Как-то Ну Женщина тратит Силы своей на род Это же известно Отец то ладно Он там может И такой Кабанчик был Только как говорится Мужал Еще лучше становился А матери то надо Все время там Каждую машинку Убирать было Ну в общем Старались А он взял Вырос таким Спортивным парнем И через стену Перемахнул Ну так ради Как этот Генрих 8 Спортивный был Такой парень Ну в Англии Король Который Стал потом Жирным 150 сантиметров Талия была у него Даже больше И везде скакал Всяк побеждал На рыцарских турнирах А потом какой-то Ровик такой был И он Ну там Все перед ним Тормозят И боятся Там тенисто Он говорит Чего вы боитесь Поскакал через ровик На коне перепрыгивать А конь раз И в Илута Запутался И его как из Потапульты Выширнуло И он там Полетел И что-то Ударился И сломал Лодыжку 28 лет Все Отпионерился Что-то Называется Надо Вести себя Соответственно Вот этот Гуатама Принц Перескочил Через стену А тут как раз Несут Умершего Вокруг Калеки Взавывание Черное Все А там Представляю Там все Врадужное Хорош А здесь Все И больные Там на костылях Вот с язвами Этими Там все Поды По этой улице Это тоже Ну От процессии Получить что-нибудь Он как это Увидал И в обморок Хлопнулся Ну его нашли Туда принесли Там давай А ты тебе Показалось Там все И он понял Что надо И постепенно Он приготовился И убежал Убежал И стал ходить По миру И искать Справедливости Почему так Одни Даже не знают Что такое Там Трудиться Там Палец о пальце Не ударил А другие Так живут Страшно И вдруг Под каким-то деревом У него произошло Просветление Что нужно делать И до сих пор Никому не рассказал Сам А что делать То надо Чтобы Ну сидеть Надо Да Монахи Вот сидят Никого не трогать Никого не трогать Там Червячков Чтобы не было Подметать Там А спаситель Где Где спаситель Не было спасителя Ну да А все потому что Было бы какое-то Понятие Вот О вечной жизни В вечной жизни Так и будет Ни больных Ни бедных Ни старых Ни несчастных Но дальше Мы сейчас На земле Сейчас нам Господь говорит И жизнь Вечная Ждет вас Добавляет К слову Жизнь Вечная А мы тут Начинают Философы Вечная Это сколько Это вот Век Это сто лет Значит тут Вечная Это один век Только А другие Нет-нет Это век Слово Там это было Ты Ты 10 тысяч 10 тысяч Съедать плод Ему не было Ему не было Это открыто Потому что Не прошел Ну нужное Для этого Испытание А испытание Какое было Да Ну ему Бог дал Только Один Как сказать Закон что ли Или правило То есть Не есть Это Дерево Познание Добрать Правильно И законы Правила Все подходит Сюда Испытание Главное И сейчас Вам тоже Испытание Начинает Жизнь И вас Тоже Испытывают Ну и Ты хорошо Зацепился Уже У тебя Уже Голова Начала Работать Решил Стать Автомехаником Это вообще Отлично Если мы С ним Будем Друзьями У меня Машина Будет Все время Работать Буду У него Вопросы Задавать Масло Можно На 12 тысяч Километров Можно на 8 Так и так Говорят Кто-то Говорит Можно на 20 Ездить А другие Говорят Дурак Ты 20 У тебя Машина Полетит Вот Видишь Какий Важный Человек Уже Стал А Ваню Прям Уговаривают Уговаривают Прям Ваню Почему От него Зависит Жизнь Денюшек Которые Подрастают Сами На травушке Муравушке И не только Денюшек Там еще Беленькое Такое Пьет из-под Этой Штучек Так они Называются Я не знаю Он знает Он же Закончил И там И творожок Тоже Сыплется А вы знаете Что за границей Они творог Творог Не едят У них Творога Нету Вообще А когда Приезжают Сюда И пробуют Творог Или гречку Говорят Русские У вас Такая Вкусная Еда А они Там Думают Что мы Тут Как свиньи С корыта Питаемся И поэтому Вот у них Такое К нам Отношение Надо Это Изменить Вашим Трудом Еще Есть Такое Блюдо Называется Курт Делается Тоже Из творога Делают Его В Казахстане Мало Кто Знает О нем Ну да Мы знаем Потому что Мы живем Я потому что Жил В Казахстане Соленое Такое Солененькое С тестом Еще Перец Добавляю С этим Тесто И в нем Этот Творог И оно Такое Его Сгрызть Можно Короче говоря Оно Твердое Но оно Не такое Твердое Его можно По-разному Делают Есть Моченое Соленое Водички Всякие Разные Но у них Там Интересная В Средней Азии Там у нас Рынок Был В Крузко-Миногорске Ну был Сейчас Наверное Есть И там Всякие Сладости Восточные Продавались И я Любил Ходить Маленьким Иду А эти Мне Узко Глазый Подают Этот Фруктовый Сахар Видел Его Желтый Такой Кристаллами Да Ты Что Правда Не знает Я даже Удивился Ну ладно Это мы О пищечувственной Что-то Заговорили Я к тому Что Твоя профессия Очень дорога Кому-то Надо себя Поставить Как следует И Трудиться И трудиться Ладно Не буду Свои примеры Проводить Скажут Хвастается Пойдем Дальше Я шел С небес Никто Не может Прийти Ко мне Если Не привлечет Его Отец Говорит Это Не Уничтожая Самопроизволение Какие Слова Но Показывая Что Имеющий Веровать Нуждается Во многом В содействии От Бога То есть Самопроизволение Не уничтожается Видишь Тебе Дали Выбрать Профессию Бог дал Выбрать Еще Полюби Это все Главное Ты смотри Делай все Как следует Как начнешь Спустя рукава Делать Первый раз Тебе Ну Где-то Кто-то Улетит На трассе И Пойдет Ся жизнь Кувырком Прям Как Не то Что Как себе Как для Бога Делай Понял Ну Со себе Ты можешь Сказать Ну Себе И так Что-нибудь Ладно А ведь На экспертиве То же самое Да Чуть Ушивешься Все Да И с этим Тоже Чтобы Вовремя Выявить У коровы Лимфы И так далее Где там Что там Неправильно У них Вспухлости Какие Покраснения Ну Как у человека Заглянуть Ей В язык Вытянуть Или что Любить Ее Корову Какой День Сотворена Корова А как Называется Оно Правильно Влекопитающих Господь Сотворен Как они По Библии Скоты Ну Тихо Скот А Кроме скота Кто был Еще Гады Получие Были Ну Еще Кто Еще Были Ну А буйвол Кто Молодец Кот Смотри Какой Зверь Как они Называются Зверь Скоты Тоже Не до конца Правильно Говорите Первое Слово Правильно Потом Еще Добавляется Одно О Правильно Зверь Полевой Зверь Полевой Когда Когда Исаак Лежал Больной На постели Ну Уже Там Слепой Был И так Далее То Он Призвал Исава И сказал Пойди Там Ну Там Дичь Какую Приготовь Мне И он Пошел И написано И он Был Человек Полей И он Пришел И говорит Уже Отец Мой Отец Мой Вот Я Пришел Это Уже Это Когда Подмена Началась То Это Этот Уже Не Исав Там А Кто Яков Уже Подошел Ну С этими С нарукавниками Искользу Мехота А он Говорит Сын Че Так Быстро То Вроде Как Пошел В лес Так Быстро Ты Не Поймаешь Он Да Отец В поле Господь Твой Послал Меня Навстречу Дичь В поле В поле Это Значит Там Где Нету Для нас Поле Это Там Где Распахали А Для Них Слово Поле Это Там Где Поляне Жили Или Поляки От Слова Поляки То Поляны Были В лесах И На Этих Полянах Они Жили И Назвали Поляками А Там Одни Леса Были А Сейчас Там Все Вырубили Эти Поляки А У Нас Поляне Выше Там На Северу Где Пермь И так Далее Их То же Самое Называли По Тем же Причинам Поляки Поляне Все В одной Когорте Мы Состоим Только Почему Друг друга Не Любим Самопроизволение Господь Вам Оставил Для Чего Ты Должен С Этим Самопроизволением Быть Верующим В Бога Тогда У Тебя Все Придет К Нужному Действию Тогда Держись Как говорится Покрепче Иначе Еще Отец Привлекает Тех Которые Имеют Способность По их Произволению А тех Которые Сами Себя Сделали Неспособными Не Привлекает К вере Дождемся Будем Мы Когда Нибудь Услышать От наших Детей Что Он Скажет Я Рожден Свыше Господи Слава Тебе Меня Господь Избрал Быть Верующим Когда С торжеством Это будет Кем-то Произнесено Не знаю Наверное Нужно Потрудиться Еще Не Дает Не Дает Бог Просто Так В детстве Как У нас Была Одна Девушка В 12 лет Выскочила Верующая Крестили Ее Песни Посвятили Чуть Медали Всех Стран Как Космонавту Юрию Гагарину Не Навешали А потом Она Пришла И сказала Дураки Вы Все Вы В дьявол А веруете Тоже Вот Тут Стояла Смеялась Прям Над Нами Были Тогда Были Я Не Помню Она Тогда Сказала Что Считает Что Библию Написали Люди Она Много Что Там Рассказала Нам Она Много Что Нам Рассказала Дураки Да Ты Пришла Но Правда Через Рассказ Через Рассказ Не Знаю Сколько Это Лет 5 Прошло Уже Здесь Толкование Как раз Говорится Самопроизволение Сам Должен Себя Перед Богом Поставить Самопроизволение Да Это Когда Человек Ищет Бога Самопроизволение То есть Человек Ищет Бога Не Просто Так Что Нет А Чем Он Ищет Он Даже Непроизвольно По Совести Поступая Он Ищет Бога По Совести Других Не Обижая Или Видя Что Обиды Не Участая В этом И Даже Там Жизнь Свою Подвергая Опасности И Даже Может Кого-то Там И Притеснял И так Далее Но Видя Все Это Сокрушался Увы Мне Златур Это Начало Покаяния Увы И Отступает Когда Человек От Зла Мы С Братом Часто Беседуем Когда Но Когда-то Помню Начали Беседовать Не Знали Друг Друг И В Жизни Что Происходило И Пришли К одному И тому же Почему Господь Избирает Человека Когда-то От Злобы Отрекаешься От Злобы От Драк Вот От Всякого Вот Этого Обмана Кого-то Обмануть Там И Так Далее Вот И Господь Он Видит Что Ты Можешь Быть С Ним И Дает Тебе Дальше Веру Потому Что Вот Просто Так Вот Идешь Идешь И кирпич На голову Бац Это Никому Не Падает И Притом Ты От Этого Наслаждения Я По прошлой Жизни Дов Верами Христа Ты Понимаешь Что Ты От Этого Наслаждения Не Чувствовал Кого-то Оболгал Что-то Сделал Какое-то Внутреннее Понимаешь Что Ты Согрешил Хотя Слово О Боге Что-то Знать Его Отрицать Вообще Ничего Не Было Как бы Зеро Ноль Пустота Целая Вокруг Как апостол Вы Были В мире Слово Не Подразделили Не Верующие Или как Слово Ну Это Кремлинам Послали Как раз Это Слово Нужно Подразделить К нам Ибо Как Магнит Привлекает Не Все К чему Приближается А Одно Только Железо Так И Бог Ко всем Приближается Но Привлекает Только Тех Которые Способны И Обнаруживают Некоторое Родство С Ним Мы даже Залезли Глубоко О зле Когда начали Говорить Отец Привлекает И Приводит К Сыну Вот так А Сын Воскрешает И оживляет Дарое Дыхание В добре И Жизнь Которая Есть Дух Святой Ну То есть Вечность Значит Вот о чем Идет Вечность Он безбожник Или в мире Безбожник Почему обед у вас не стало Завтрака Ща эта идея Некому обеду А Как вы себе представляли Я представил как раньше было Был обед И многие оставались А сейчас нет Они сразу уходят Мы потеряли Ну а кто готовил У нас на этот обед У каждого дома И какие претензии ко мне Вот приносил свое Я знаю только Вот приносила Все время свое Что-то так Ну я не хочу есть К примеру Ну время 11 часов Петь можете Пока едят другие Сколько петь Кто поет здесь Вы как представляете Я представляю Что ты поешь И молодец Ну всего Какая молод Куда они поют Вот Поет Сергий Вот он И я Все Больше никто не поет Видишь что нету Которые были то люди Они же без Вы думаете это потому Что я им не принес покушать Нет Пирожков Чемуреков Почему отменили Я каждый раз спрашиваю Неужели на Людмиле Степановне Все держалось И Татьяны нету Люди которые всегда были Их сейчас нету Ну Игнат Ильич Вы должны только радоваться этому Чему Ну что Нормально Занимаемся Без всякой еды Ну как Зачем Что это чувственное Это чувственное Половина людей нету И радоваться Нет так Вы опять Вы вообще Так какие претензии Ко мне Все годы Все годы Было такое Претензии Ко мне Какие Да никакие Вопросы Только задал я Я что Я вам Я вам Тоже задаю вопросы Вы как Все представляли Что у меня Марина Она повар Для всего этого стола И она готовила Мы привозили сюда И все садились И ели Вот это было бы понятно Я видел Что он приносит Ну каждый Приносил в отдельности Вот где Сейчас Политыкина С маленькой Была опять Где она Татьяна Кузьминична Недомогает Татьяна Кузьминична Была Где Людмила Степановна Они все больные Они уходят Сразу уезжают Татьяна Кузьмина Она приносит Сюда и батюшки Я не знаю Надо возобновить Татьяна Кузьминична Последний раз Была Года два Или три Назад у нас Ее уже Очень давно Нету Людмила Степановна Она сейчас Вообще У нее голова Кружится Непонятно Как и когда И даже Это Галина Основала Здесь Николаевна Была Я помню Сколько Ну Любовь Николаевна Рядом живет И ее нету А Любовь Николаевна Здесь же Ну да Постарайтесь возобновить Чтобы обед был А кто не ест Он может в это время Песнопение петь И вообще здорово будет Ну Пожалуйста Сделайте столовую И возобновляйте Что хочешь Сюда 15 тазиков Поставьте И ешьте Пожалуйста Я что Я не Мне не надо Я нормальный Мне хватает До обеда Потерпеть Тогда я даже Не терплю Я к тому вижу Что А я не знаю Галя ты где Галя Сколько времени Саша Саша уехал В командировку Машины у них нет И автобусы Не ходят туда Автобусы Не ходят Я вижу Она была вчера И шла тут Пешком Ну К сожалению У них Такая Какая-то Скромность Или Не знаю Можно было Мне позвонить Я бы отсюда Вот там Пораньше приехал Допустим Забрал их Даже Сергей И сам доехал Я бы к ним Поехал Через них Наполняйте Машины свои Туда-сюда Договоритесь Это же В тюрьму Не можем пойти Не пускают Больным некуда А это так Проехал Здоровый Всех собрал Ну Я бы собрал Пожалуй Я сколько Сколько кому говорю Звоните мне Я там не так далеко Везде могу Каждому считать Центр Нахожусь Я бы так Через этот Павловский проехал бы Помогите Образовать Мы с едой Потеряли людей Это прямо связано Нет Ничего не связано Это вам кажется Регматин Ну людей-то нету Это то же самое Я вам сейчас скажу Когда священник говорит У меня купол Зеленой краской Покрашен Надо чтоб золотой был Тогда Сиять будет Люди придут Вот это Дмитрий Андреевич Бывал здесь Его нету Да его вообще Нету никогда Да как нету Он сидит Читает Даже такое Да это редкость Огромная Чтоб он был Ну как Если люди не ходят И даже никто Ничего не говорит Вот так что Пустота была Я не помню Это уже Без нас Потерялись Не знаю Вы Видать У вас глаз Что-то еще со зрением Ну ладно Давайте дальше Продолжим Нету и нету Никого Что теперь взять Видишь вот Лена Это Ну 7 0 Ну поверни маленько Ты что ты как 19-го года Вот она выступает Ты должен работать А не просто сидеть А я 28-го На 4-го пришла В этот же месяц Я пришла Как она ушла 19-е Это столько Четыре года На 3-с Еще вот опустили Поднишь С таким наклоном Идет Собрание Что за неделю Отступить легко Вернуться почти невозможно Займи еще этим делом Интересно Я в этот же месяц пришла Ааа Ничего себе Как ты долго Уже у нас Тебе надо было Сестру Старшей сестрой Старшей сестрой Верующим Благовествуется Вся святая троица Они в частности Один только отец Или один только сын Но как Естество одно Так и действие Благотворение одно Отец приводит Сын Оживляет Дух святый Для оживляемых Служит дыханием Ибо всякий Живой Имеет и дыхание Так далее Смотри какая Власть сына Я Говорит Воскрешу Не сказал Отец мой Воскресить Но я Ибо не всегда Говорит о себе Уничиженно А иногда Открывает И высоту Своего божества Так что Мусульмане Плохо читают Слово Божие А никто Им донести не может Они все время Говорят Христос нигде Не говорит Что он Бог Да да Конечно А я спросил Я говорю У вас там встречается В вашей книге Мы Там говорит Я когда-то А потом Говорит мы Что это такое Ну Понимаете Не понимаете Ничего нету Никакого ответа Ну вы как Не видите Вы сами переводили же Вы там У вас в арабском Так же идет Мы И я Рядом И одно Существо Говорит это И что Как вопросов то нету У вас Боятся Очень боятся А почему боятся Потому что Не приняли Истинного Бога Не приняли Не надо было Никуда ходить Ничего придумывать Вот И иудеи Они кстати Недалеко От этих людей Недалеко ушли Потому что Они хоть и называют Наш Бог Иегова Там и так далее Но это не тот Бог О котором они говорят Иисус Христос Скоро уже тут будет В 8 главе В 44 стихе Скажет что Ваш Бог Это Дьявол Отец ваш Дьявол Ну то есть Вот вы кому служите Ну конечно Никто не скажет Что я служу Дьяволу Из этих людей Никто На берегу Реша Искала Аллаха Нашел Христа Ты читал Или слушал Это то что мы с тобой Ну Володя мне Кое что там Зачитывал Да И я Как он нашел Христа Христа нашел Через какую-то Как она называется Эта частичка Он через Понятие Троицы Понятие Троицы Ну это практически Все он уже Практически Прошел Он почти Конечная Конечная Инстанция Он к Троице Пришел Потому что Одна частица Которая Нет 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 Это Которая Музыка 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 В трех состояниях Одна в трех состояниях Одновременно То есть Открывается Как плазма Допустим Мы же знаем Что плазма есть Плазма это Четвертое измерение Никто не знает Что это такое Как она выглядит Волны какие-то Или частички Просто вот Огонь какой-то Горит И как для нас Кажется То же самое И здесь Когда вот Струна ударяет Вот это Колебания идут Вот звуковая Частота И так далее То там тоже Частички окажутся Движутся И вот там Самая маленькая Там молекула Она Она бывает В трех состояниях Одновременно Тоже какое-то Четвертое измерение Мы не понимаем Этого И он когда услышал Это когда сидел В институте И вдруг его осенило Как так А другие все сидят И что там Даже те которые верующие Они уверовали Просто в простоте Приняли А ему нужно было Через чувственное И вот он Через это чувственное Господь только Для него одного Это и открыл У меня вопрос Почему дальше не пошел Церковь не нашел Ну потому что Он чувственно ищет А нужно было веру Вот как я Для наших Малышей говорю Ребята Когда вы воскликнете В верую Вот Игнат Тихоновича Берите пример Просто Библию взял И Загорел Но все таки Он же искал Вот этот вопрос Который он задал Это он только один Мог задать Вопрос Про языки Он учит языки Ему легко дается И вдруг В мгновение Человек может изучить языки И он это в себе Подавил молитвой Вот это Было для меня Открытие Потому что Ну вот так Это мама Уже Это родители Это воспитание Что молиться Нужно Я не понимал Что такое молиться То есть я к Богу Обращался И не обращался Я не понимал Просто кому обращаться Я вот так к небесам вставал Вот так руки поднимал И вот Произносил монологи Своих Как этот Гамлет А что Я вообще не понимал А родители Игнат Тихоновича Уже пояснили С младенчества Что есть на небесах Бог Что у него Какие то законы Свои есть Да Про Иисуса Христа Не знал Но молиться то И он в молитве Обратился к Господу И такое было У него открытое Такое младенческое чувство Молитвенное Что ему Господь Тут же положил на сердце Что да Все это так и есть Так и было А это же Это самомнение Да не может этого быть Спорить с Богом Со всем что есть Со словом Божиим С Богом считай Споришь И у них то же самое Происходит в душе Они только не понимают Этого еще Но они понимают Что можно молиться Господь их держит здесь Может быть достигнет Когда-то их молитва Божьих душей Надо просто помолиться Чтоб все захотели Есть сильно И тогда будут собираться Всегда объявляли Сейчас у нас обед Поем песню Обед и занятия Всегда слово Обед было Обед Это здорово Конечно хорошо Все одно Сидим за столом Как апостолы Да Да Больше всего Не захотели Оставаться на занятиях То есть Сейчас они поедут Там накроют столы Там или что Там все будет хорошо А на занятиях Вот то что сейчас поедят Это неплохо Но потом занятия будут Понимаете Ну если только на занятиях Не остаются Тогда же не апостол А столопы Да Столопы Просто столопы Безо даже Вот два друга Сразу остались бы Да Они как раз к еде Очень спокойно относятся Потому что Ну Но они У нас на кухне Почему Василий Николаевич Там был Вот Михаил Петрович Еще бы они там были Здесь идет Завтрак Они там обедали Ну да Никто ничего Вернуть надо Ну не знаю Пускай возвращаются Тут Люба Идет оттуда Ее нету Несет сюда И есть Надежда Васильевна Всегда готовила И вот у нас Эти были Когда Фуфар То здесь обед был Нет? Нет Не был Так отпустили Неевших А я-то уверен Что они ели Ну это уже Мы ели Синкозы Дали Маху Приглашали Они не захотели Так и гости у нас Все обедали Вспомни какие были Приезжали Ну да Да Было 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 Ну все Ушло Было И прошло Это как праздничное Такое положение Это было А тут Только сиди И думай Ну все Началось Из-за вас Игнать Вот такие Холодцы И так далее Все было Хорошо Сиди И ешь Спокойно А вы Опять Залетайте Так что Такое Давайте Что-то Моете Тут все Моете А тарелочки Я не кормление А так долго Размазать Берите туда Там мойте Чтоб занятия заняли Я вот о чем говорил Так неудобно было Куда что Куда Есть Куда Есть Вот стол И там Стол Это у меня Есть Дома А у вас Нету Здесь Всегда умывали Быстренько Со стола сметали И начинали занятия Чтобы не сидеть Мы пели В это время Сидели Ну в общем Вот так Все это И все И люди начали Отступать Потихоньку Отступать Отступать И отступили И все Нету Конечно И другой может сказать Я могу неделю не есть Его какая разница Ну неделю не есть Я не знаю Кто может сказать Ну вы наверное Нет Не ела Ничего страшного Не ела Не ела Все время Сергей Орбуз за пазухой Сергей У нас Был опыт Постник Великопостник А если Такие как Ваня Тонкие Звонкие И прозрачные Ну это пока 21 год А там посмотрим Как зазвенит Сидели Я зайду Два ряда С этой стороны Сидят И здесь Отец Стамильский Тигр Тигр Тоже был Тонкий Звонкий Так что Все впереди Еще Ребята Работать будете Вот так Чтобы пот Стек Тогда Вот такой Будешь А Лежать будешь И будешь Как бык Или корова Откормленная Беременная Ну я не тонкий Но звонкий Ты такой Хорошенький Приехал Вот сюда Тоненький Когда приехал У меня на фотографии Есть Да? Надо же так А я думал У меня вообще не было Есть такие Желубицы Вы выше делаете Еще ниже Ставатором Опускаете На уровне лица Вот такую высоту Надо держать Вот она Где голова у нее Ну уровень головы его Я не знаю А что Ну я просто думаю Там ему виднее Я туда не заглядывал Ну кто-то же Это настраивает Так Чтобы были Так Давайте Пройдемся Еще раз Итак Иоанна Шестая глава 41-44 стихи Сейчас Серьезная Духовная Духовная Идет Толкование Вот так вот держи На глаза На уровне глаза На глаз Возраптали на него Иудеи За то что он Сказал Я есим хлеб Шедший с небес Вот возраптали Что такое возраптали Вот тут написано В толковании Что Иудеи Зараптали на него Потому что Обманулись Че дело Что случилось Че они обманулись Че думали они Эти ребята Иудеи Вот подошли К нему И вдруг Зараптали Что-то зараптали Они же его Не искали Чтоб зараптать Они его искали Сейчас скажу И так Когда народ Увидел Что тут нет Иисуса Ни учеников То вошли В лодки И приплыли В Капернаум Ища Иисуса И нашедшие И нашедшие его На той стороне моря Сказали ему Рави Когда ты сюда пришел И вдруг И Господь им Начал говорить Истина Истина Говорю вам Вы ищите меня Не потому что Видели чудеса Но потому что Ели хлеб И насытились Им это очень Не понравилось Знаете Прям на убой Очень легкие ребята Были иудеи Как можно было Вот Со своей историей Которую о них В общем-то Хорошо знали Стать такими Тщеславными Это настоящее Тщеславие Другого не могу сказать Что я Не такой Как другие Вот фарисей сказал Я не такой Как мытарь Но он обратился К мытарю Он же мытарь Это что же иудей То есть Внутри Самих иудеев Они начали Еще друг на друга Тщеславие Тщеславие Это выказывать От малого От меньшего От большего К меньшего уходили То есть Сначала большие Увидели Что Христос написал Это что такое Ушел Потом другой Ушел Видишь что Больший ушел Тоже ушел Прочитал Потом меньше его Ну начать Чином Погонами Ушел И потом Самый младший ушел Господь Говорит Восклонился Посмотрел Женщина А где обвиняющий тебя Как бы он Ну как бы В прострацию куда-то ушел И никого не видел Вот так Молился может быть А где кто Там такая толпа была Пришли там Шумели так Там наверное С удовольствием Произносили это слово На женщину У мужиков Вообще это Смачно любят Произнести Ах ты такая Прям Я говорю Вы что Любите это Любите это слово Что ли Ты сам то кто Сколько раз Жене изменял Вот такую пасть Откроет Как у коня Ну конечно Беззубые Всякие разные Мужики Кони Ну так Никого не осталось Один Христос Остался С этой Женщиной Почему Ну потому что Он знает что делать с ней Это ее жизнь А Христос Он защитник И Подаятель жизни Вот кто А Бог Отец Он творец жизни Он за каждую жизнь Борется Бог Отец Он каждого Хочет к себе привлечь И поэтому Послал Сына своего Единородного Чтобы он защитил Эту жизнь И привлек Теперь к Отцу На небеса И даже более того Если привлечет То он ее защитит Теперь навсегда Духом Святым То есть Вечно им С жизнью огородит Как забором Понятно? А иудеям этого не надо было Им хватало того Что они тщеславились Что Бог садил их Но вы историю то почитайте Что вы делали Как вы против Бога восставали Сейчас то вы какие Ну это вот просто Это к нам Обращение Я вот сколько слушаю Наших священников Они Категорически Прямо Со всей силой Отталкиваются От иудеев Это Мы вообще К их истории Никак А для чего Господь Для чего Павел сказал Что написано Чтобы мы не были Похотливы Как они Нет 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 Мы такие Мы не такие Мы же вот Гляди как прославляем Бога Какие храмы у нас там И так Так вы же то же самое Сейчас говорите Это тщеславие Перед другими И теперь молитву Написали Боже Ты все видишь Ты справедливый Дай нам победить Этих врагов Они прям Служат сатане Ну что это за молитва такая А на той стороне кто Русская православная церковь Такая же Или украинская Православная церковь Ну Как до такого дошло Ну как могло До этого дойти Только одно То что Игнатий Тихонович Лапкин 62 года Начал проповедовать Другим людям Отступление от канона В церкви Как евреи Отступили от закона Чистого Чистого исполнения закона Евреи отступили Начали предания старцев Приводить Какие то левые примеры Непонятные Только не Только не посвященному писанию И у нас как не то же самое А если все это прикрыть То как бы у нас и нормально Люди то глядите пошли И поэтому зарубежную церковь то здесь прикрыли Что люди стали наполнять храмы И когда зарубежники сюда приехали С Америки Они пойдут в один храм В воскресенье А там полно людей В другой то храм пойдут А там полно людей Да бабушки в платочках А у них то все в шляпах и крашеные Да в штанищах уже давно А дальше то и не стали беседовать Они бы с людьми то беседовали Но у них не было критерия Проверки Истинности Веры Господа То есть там неправильный вход в церковь И здесь неправильный Только там крещение идет Троекратное А вход в церковь то неправильный Опять окормление Людей Воцерковление Путь к храму А мы тут сейчас читаем Кому путь К Богу Через Сына И Дух Святой Обязательно должен тебя оградить А это что такое До рождения свыше То есть ты услышал Принял И исполнил А исполнять помогает Только Господь Поэтому мы молимся Господи Без тебя не можем творить Нечисо же Нечисо же То есть Это Уменьшительно Такое Проникновенное Вот какое-то Понятие То есть Вообще-вообще ничего Вот даже маленькую там Какую-то Что-то мы сделали Без Милости Божьей Без Без обращения к нему Все Это провал будет Интересно Это Ну просто Один факт услышал Сейчас Без проникновения Вот в какую-то трещинку Есть такое Одно Существо Его называют Вот по имени Многих из нас Знаете Оно такое Медленно передвигается Вот так У него Так два пальца Есть три Вот так И они вот так зажимают И вот так Прям раз И веточки И по веточкам ползут Но очень медленно Называется Ленивец У него голова Как шарик А вот в этом шарике Вот так Как с грецкий орех Мозга Очень мало Но самое интересное У них Что это Животное Обладает Единственным Симбиозом С природой Растительной И чем По своей Вот этой Вот такой Медлительности Его бы давно Съели Но почему Его не съели И ученые Не так давно Узнали У них шерсть Шерсть Лопнувшая Причем шерсть Двусторонняя И в одну И в другую сторону Он вот так Вот может висеть Вода будет с него Скатываться Вот так будет висеть Вода будет скатываться Таких шерстей Тоже практически нет И эта шерсть Вся в трещинах Шерсть Вот под микроскоп Возьми Она вся в трещинах А в этих трещинах Какие-то Эти водоросли Зеленые растут И он сам Покрывается Весь зеленью Это существо И поэтому Замаскировано Само по себе Оно так Медленно двигается Что Ну не видно глазом Что оно движется Даже И эти водоросли Любят Вкушать Бабочки Очень мелкие бабочки И они живут Вот в этих трещинках Мелкие бабочки Вот в этом и существу Прикрывая его Жизнь Своими жизнями Вот Вот я просто начал Об этом говорить То есть Господь Он только существует Ну как бы Как бы он существует Для нас только Понимаете Он Вот Бог Отец Бог Сын И Дух Святой Для нас Они сделали все Чтоб мы с вами жили Вот нас таким симбиозом Покрыли А мы как эти ленивцы Вот Ползем А прикрыты Это милостью Божией И главное чем Бабочками Маленькими Понятно? У колядах медведей Похожая особенность У них тоже Шерсть на самом деле Полая Бесцветная Бесцветная Но из-за водоросли Она может Менять Да я не про цвет говорю Я тебе про другое Сказал Я тебе сказал Сказал что Вот Даже Непонятно Ну все Даже и растения И мелкие Мелкие существа Для того Чтобы сохранить Это животное Нужно Оно бы давно Было уничтожено Давно А вот Почему Вот откуда Что Ролик смотрели Ленинцы показывают Прям На змею наступает Лафа И дальше Вот так Ходит А она его даже не трогает Да Странно Ну вот так вот Господь И нас тоже Господь Также защищает Нас Ленивцев Еще раз Простем Еще одно Если вопросов Нету К Игнатиг На чем Вопросы Рады бы Да это Ну давайте Тут сейчас Игнатиг Игнатиг С нами поговорит Да Да Евангелие Анна 6 глава 45-47 стихи У пророков Написано И будут все Научены Богом Это Христос Говорит Всякий Слышавший От Отца И научившийся Приходит Ко мне Это из Исаии 54 глава 13 стих Это не то Чтобы кто Видел Отца Кроме того Кто есть От Бога Он видел Отца Истинно Истинно Говорю вам Верующий в меня Имеет жизнь Вечную Видите о чем Пришел разговор О жизни Вечной То есть Надо людям Добавить было Иначе Не поняли бы И теперь Толкование Блаженного Феофилакта Небольшое У пророков Говорит Написано И будут все Научены Богом Все Разумеется Желающие Отец Есть Общий Учитель То есть Бог Отец Общий Учитель Через Откровение Достойным Дающий Знать О своем Сыне Ну чтобы Совсем Не отринули Сразу Сына Поэтому Пришлось Делать Период Вот такой Тысячелетия Полтора Тысячелетия Даже Больше Чтобы Люди Приходя Через Отца Приходя И Идя За Отцом Пришли К сыну То есть Вот это Пророчество Все Но Никто Никто Не пришел Только Были Некоторые Которые Понимали Что Совесть Их Обличала Что Они Не Исполняют Законы Это были Апостолы Богородица Вот И Поэтому Когда Говорят Что Богородица Была Святая Святых Там Это Ангелы Служили Ну 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 Ибо Касаясь Сердец Простых И Незлобивых Открывает Им Сына Подобно Как И Петру Открыл Его Матфея 16 28 Итак Слышащий От Отца То есть Понимающий Принимающий Откровения Отца И делающийся Истинным Его учеником Приходит Ко Мне Это К Иисусу Христу Ибо Вот теперь Подчеркнуто И Выделено Недостаточно Слышать Надо Бы Еще Оставаться Оставаться И Учиться Вот Сегодня Ты Сказал Что Дай нам Не быть Не только Слушателем А еще Пойти Пропоедовать Да Так вот Гляди А самое Еще Центральное Ты не сказал Почему Потому что Мы сейчас Сидим Сидим И учимся Вот И это Будет Может быть Самым Главным На суде Когда будет Судить Господь Нас Что Мы учились Сидели У ног Его Может Даже Не доучились Где-то И Господь Простит Понял Учиться Надо Как Игнать Тихоновичу Удалось Посадить Хотя бы Нас Немногих За стол Учительский Перед Учителем Не знаю Как удалось Но Так удалось Теперь бы Выучиться Только Тогда Тогда Учились Познание О Боге Через Людей А ныне Когда Воплотился Единородный Господь Иисус Христос Познание Бывает От Самого Отца Во Святом Духе Так Что Исполняется Пророческое Слово Во Свете Тебя Отца То есть В Духе Узрим Свет Который Есть Сын Псалом 35 10 Вот так Понятно То есть Вот Все К чему Приходит То есть Через Отца К сыну Под Водительством Святого Духа И Получаем Наставление От самого Отца Уже Все Почему Потому что Отец Увидел Что мы Действительно Его Подлинно Все мы Которые Приняли Веру Во Христа Научены Ныне Богом Так Игнать Игнать Не пропустил Этого И дает Свой Комментарий Слушаем Игнатия Тихоновича Лапкина Задаем Вопросы С чего Жен Начинать Сегодня Батюшкам Если Они Поняли Всю Трагичность Положения В Православной Церкви Допустим Воображение Включим Кто-то Из них Понял В первую Очередь Они Должны Согласиться Что Не имеют Духовного Рождения И Должны Родиться Свыше То есть От Бога Через Слово Его И к Этому Рождению Приводить Свою Пасту Да Кого-то Слово Божие Коснется И эта Душа Останется И с ней Придется Заниматься Конкретно Проходя Новый Завет Главу За главой По толкованию Блаженного Феофилакта Вот сейчас У нас это Делается На занятиях В интернете Каждую Неделю Идет У нас Занятие То по Евангелию То по Одному Писанию Посланию То по Другому То по Деянию Да Иван Для Теяна Третья Глава Третий Стих Надо Вам Родиться Свыше Чтобы Увидеть Царство Небесное Чтобы Понять Осознать Что ты Не рожден Свыше Надо Как раз От Бога Это Рождение Произошло Да Ну Мы Об этом Пока Можно Вопросы Задавать Потом Пока Это Разрыв Этот Разрыв То есть Игнатив Очень Мы знаем У нас С воображением Наш староста Не страдает Невоображением Поэтому Он Сразу Как бы Нас Завлекает Этим А что Если Священник Уверовал Вот поэтому Мы идем По этому пути Как бы Ну давайте Дальше Проходя Главу За главой По толкованию Блаженного Феофилакта Именно Феофилакта А как же Я в Златоуст Давай потом Давай Феофилакта А потом Златоуст И он Как бы согласился Дальше идем И как бы Несоблазнительно Было Пойти Обычной Проторенной Дорогой Акафистов Пения Кондаков Но все же Следует Признаться Что жизнь Дает Только Слово Божие Допустим Допустим Он даже Попробовал После Слова Божия Кондак Там Какой Нибудь Акафист И люди Ну и Спросили у людей Ну и как вам Ну Кондак Акафист Это Ну как бы Не то Вот Слово Божие Было Понятно Нам как бы Ну давайте Дальше Тогда Ладно Если пастор Не рожден Духовно Этой Общине Ничего Не поможет Все Конец Может быть Будет Трудиться На духовной Ниве Кто-то Из мирян Но как Правило Священник Сторонним Наблюдателем Не останется Он Сразу Начинает Преследовать Гнать Любителей Слово Божие Наклеивая Им Ярлыки Бороться С таким Пастырем Не нужно За него Следует Молиться Приглашать На свои Занятия Если же Он Ничего Не Осознает Бог Может Просто Его Убрать Сегодня Люди Боятся Слово Раскол А его Бояться Не нужно Иногда Отделения Даже Раскол Бывают Полезными Деяния Девятнадцатая Глава Девятый Стих Но как некоторые Ожесточились И не верили Злословый путь Господень Преднародом То он Оставив их Отделил учеников И ежедневно Проповедовал В училище Некого Тирана Главное 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 Исследователями Слово Божие Был Страх Божий И связь С епископом Который Не является Отступником Двукратный Собот Пятнадца Правила Ибо Недостаточно Слышать Надо Еще Оставаться И Учиться Да Тут Я этот раз Заметил Брат То есть Чтобы родиться Свыше Но тут Как бы Уже поставлено Такой Ну как Уравнение Мы сами Подставляем Какие-то Цифры Решая И поэтому Тут Игнативно Подставил И сказал Что Как бы Священник Уверовал Теперь Что ему Делать Дальше Заниматься И заниматься И заниматься По фифлату Болгарскому Ничего Там такого Не сказано Ни Ну не непонятного Брать Толкование Ферфилакта Болгарского И начинать Самому сидеть И заниматься С людьми С братьями Сестрами Общим Или общим Или прихода И каждый И проходить Стих за стихом Главу за главой Книгу за книгой Смотри Новый человек Когда появляется И как он молится Вчера Игнатив Да Спасибо 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 Она сначала Благодарить Там всех поблагодарил Потом только начала Там Заученные молитвы Говори Это говорит о том Что человек еще не знает Что такое молиться Вообще Своими словами То есть Библия не знает В занятиях не участвовала То есть Общения этого нету И она не знает Как молиться Она своими словами Глава То есть Нету в этом опыта Надо родиться Надо родиться Вон свыше И все И тогда Все Да И все Это Вот эта Душа Такая Потому что Нету Рожденного Свыше Священника А так как Их большинство Нерожденных Свыше То мы получаем Сегодняшнее Потому что Какие вопросы Игнатия Задает Это видно Что душа Из мира Пришла Я не знаю Что там Какие соборы Были Что там Вообще Ничего не знаю Она Анаит 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 Вчера Как раз она В конце Заветела Анаит Да С Арменией Нету Она не с Арменией Я тоже думал Что с Арменией Она с Краснодара Поближе К Арменией Так Ну Сколько у нас Час прошел Вопросы Игнатих Задает Кто-нибудь Или нет Не понял Я Сейчас прошел Осталось Это переварить То что вы слышали Бабачей Игнатих Ну вот вы тут вопрос Задаете Видите как вы говорите Хитренький тоже Игнатих Вы как бы здесь Делаете такую Поблажку им И говорите так С чего начать Сегодня батюшкам Если они поняли Всю трагичность Положения Православной церкви И начинаете В первую очередь Там занятия проводить И так далее А батюшка этот Как он может понять Трагичность Православной церкви Если все хорошо Соборы строятся Ну как-то понимают Открывает Господь Показывает Сравнивает С апостольским временами И ведьм еще нет Они шагу не могут сделать Без нарушения канонов Такие есть священники Конечно Но возьмем Поэтому Как помог нам Напанаил Кабанинон-то Это не было Ну да 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 А уж он тут казаков Как любил Ходит напевает Нет Кто-то же должен Священникам Так Сергей Павлович Смотри Я просил тебе Вот это сделать Но это нет А ты знаешь Что здесь Здесь продают Орехи Шелушеные И ты взял Вот есть такой Вот Примерно Как стаканы Такой толщины Вот такая вот И сделать так Чтобы здесь была Дырочка Официальная Не как-то И внизу На нее гвоздик вешать А этот здесь Маленечко Тоже прибить Чтобы ветром не сдуло И кому надо Снимет Как я сделаю Это не годится Ну вот так вот Оттуда можешь Заложить ту Которую Любая дырочка Это попадание влаги Любая дырочка Это попадание влаги Туда Нет Ламинирует Да не дырочка Это запечатанная Которая отдельно Не эта Типографии у нас много А дырочка Которая отдельно Сделанная И вокруг Она все запарено Это неправильно indoors Неправильно Надо воздух выкачать Из нее Ламинирует Это Надо узнать Да ну Это Нет И что Только Только Надо не там, надо в пищеторге. Вот, вот, она вот такой толщины, вот эта вот, которая есть. И вот так вот ее сделать, а вверху у нее, вот как попадет она-то, в виде гвоздь. Вот, и внизу такое же сделать, на эту повесить, а этим гвоздем там приходит, и написать надпись. На эту, вот эту можно туда заложить ту, которую отдельно будет сделан пакет. Заламинировать где-то, заламинировать, а не в мешочек положить. Это еще, даже отмазка не назовешь. Я тороплюсь скорее, в гроб положить и на этом, на кресте. Это надо делать, есть отсасыватель пищевой пленки. Да, ну есть такое делают. Да, да, да. И мы дальше, вот она толстая, вот такая вот. И вверху, вот такое отверстие. Он 800 рублей стоит. Вот такое вот, не про гвоздем пробито, а вот такое вот сделанное. И внизу. Ты понял? Надо в магазине попросить, подойти и сказать, заламинируйте мне, я вам денег заплачу. В любом магазине. Вот там где расфасовка идет, рыбы там или мясо. У них у всех лакомки есть. Они в магазине попросили? В магазине, да. Сделай, одну принесешь, а потом еще дам. И у них там мешочки свои. Одна будет в гробу лежать у меня, а другая на кресте. И вот так вот будет. Написано будет. Вот так будет. Кому нужно, берите бесплатно. Я хочу из гроба пропустить. Вот он будет вот такой весь заламинированный. Его вот так вот подрезал, сколько надо и все. И туда ничего не попадет. Ну что, отдохнула или еще? Ну домой досыпай там. Да ну что, она хорошо сидела. Надежда Васильевна нравится, да, на занятиях, когда громко говорят. Это костяк. Не заснешь сильно. Батюшка говорит. Ну кому хотелось спать сегодня? Батюшка говорит, это костяк общий. Костяк. Костяная нога. Так. Подходи-ка, Надежда. Девушка, подходи. Девушка пропустите. Бабушка. И, Надежда, девушку пропустите. Вот кто самый такой это? Молодой. Давай. Да уже все стоят. Достойно есть якова истину. Блажите Тя Богородицу. Пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим. И славнейшую без сравнения Серафим. Без истрения Бога Слова росшую. Сущую Богородицу Тя величанья. Благодарю Богу. Благодарю тебя, Господи, за эти занятия. За то, что был с нами. За то, что сохранял нас все это время. Благодарим тебя. проси если чем согрешили против тебя мыслью словно льдем прости нас и помилуй тебе слава за все отец сын и дух святой аминь столько людей у вас домашняя церковь могла быть а у вас не получилось нет не получилось